Приветствую вас, господа и может даже дамы. Это Джек Бертон, канал Play Дальнобой. Знаю, заждались, просили видосы подольше сделать и вуаля, исполняю вашу хотелку. Наш первый пациент задал моду нашей передаче. Обзор абрыганов и фантазеров набирает популярность. И разрешите представить вам нашего нового пациента. Это канал ProDral. Поехали. ProDral же, какой-то Dral. Опять ты мне какой-то бракованный сценарий написал. Всем привет, друзья. С виду вроде тоже скобленный, как и прошлые пациенты, не то что я. Так, друзья, короче, ситуация такая сейчас у меня произошла. Короче, завел машину, все, она там стоит, короче, она качает. Короче, короче, короче. Вот, собственно, первое впечатление об этом пока еще уважаемом джентльмене. Уровень IQ, судя по всему, он пытается накручивать с количеством произнесенного короче в минуту. То есть интеллектуальный баланс всегда варьируется. Посему, чтобы не пасть в ступор, ему приходится без остановки говорить. И, соответственно, проговаривать свое слово-паразит. Короче. Я здесь ездил когда-то на газели. Черт подери, наша передача снова вляпалась в эту фекальную тему. Высоко так он был. Вы слышали? Высоко. О чем я вам говорил ранее. Он какое-то время отмолчался и начал обнулять свой интеллект. Категорию Е. Что-то, блин, он продался конкретно. Сперва лидер транса там рекламировал, рекламировал их. А теперь, короче, как ваш групп, как у них там хорошо на тонарах. Двореца сделал в день и все, типа, зарабатывает они там по 150 тысяч, по 106. Если бы была такая зарплата на тонаре, сделал Двореца в день и все, и домой поехал. Как можно утверждать о чем-то заработки, исходя только из своих умозаключений? Может, ты видел его квиток с получкой? Нет. Может, есть какой-то регламент проклятых? Мол, не платить больше трех дошиков в неделю тем, кто работает на тонаре? Тоже нет. Я не защищаю сейчас эту чумную категорию. Я пытаюсь вывести на чистую воду очередного правдоруба. Философа. Фантазера. Тихо, тихо, мы только начали. Давайте развяжем этот клубок по максимуму. Что, Колян, 8600 смотрю, то же самое, блин, АТЛ. Лучший вообще в мире просто транспортная компания. Блин, он ездит в такие рейсы, ни в какую жопу не заезжает. Посмотришь на других, печь на них в какой-то жопе там, по каким-то перевалам там, еще где-то ездит. Вы представляете, мне сейчас придется и за Коляна заступиться. Вот черт, я стремнею на глазах. Ну, пусть он пока булки расслабит. Сынок, мое мнение такое. Раз уж ты устроился на работу кайфовать, так кайфуй. Устроился ебашить, так ебашь. Не сравнивай эти две фигуры. По-твоему, те, кто плачет, как побитые шлюхи, заслуживают уважения или, не дай бог, сострадания? Едва ли. Смотрим дальше. Вообще, я не знаю. Не знаю, посмотрим сейчас, что категория ета. Какого хрена ты, не зная, говоришь? Знаешь, что так делает? Погоди ты, что ли, дай досмотрим. Если бы был у меня коптер, я бы запускал коптер, пока его запустишь, там, туда-сюда, вот эта загрузка, выгрузка, там, едешь. Это сколько времени отнимает все. Я думаю, моим работодателям это не понравилось абсолютно. Опять он пытается думать, но забыл сказать короче и отлетел на пару шагов назад в плане интеллекта. Сынок, скажу тебе, как на духу, на примере прошлых клиентов, незнание и приводит человека в то состояние, про которое нам все так пытается спеть. Ну, сейчас можно было, Ярик, но мы все и так поняли, в чем дело. Коптер, долгая съемка. Тьфу, сынок, ты уже столько времени языком чешешь. Давно бы и коптер запустил, и спутник на орбиту. А пока ты будешь дрочить на других, этот певец будет тебя преследовать по жизни. Короче, ребята эти, известные блогеры, просто, блин, мне кажется, обманывают людей. Все так у них хорошо, а почему люди уходят? Если как они говорят, что все хорошо, я думаю, люди бы не уходили, что с этого прогресса там людей уже ушло. Что с лидер транса там, в лидер трансе, блин. Уходят люди, говоришь? Скажу на своем примере. От нас тоже ушло много народу. И по статистике можно даже сделать печальный вывод, что большая текучка. Однако, один алкаш, второй рукожоп, третий любитель гасануться. И можно перечислять ущербность людей бесконечно. Неужели мы будем держать в организации бестолочей, лишь бы не навредить статистике? Но тем самым мы похороним фирму. Ради пиздоболов-неудачников удерживать идиотов и топить лодку? Это не очень умно, сынок. У отеля там отбор какой-то там, говорят, жесткий идет. У тебя должно быть стажа 5 лет, там, туда-сюда. И вот опять ты основываешься на чьих-то словах. Говорят это, говорят то. Да говорят, в Москве курей дает. А пришли и сисек не нашли. Ты понимаешь, на что я намекаю? Да погоди ты, блядь. Давай уже разворошим этого щенка. Так что, ребят, не знаю. Дейлки там вот это все, блин. Не знаю, я там не работала у них, как бы. Я смотрю вот по роликам там, да, пацаны снимают. Вот опять, в Дейлка плохо. Но я не знаю, я там не работаю. Так говорят. Сынок, говорят дерьмо, слаще щербета. Пойди похавай. Люди же так говорят. Ты же им так веришь. С одной стороны, они красавцы, конечно. Да, они добились. Там раскрутили канал, их все узнают, их люди любят. Им там подгоны делают. Это да. Так все дело в подгонах, что ли? Тебя съедает зависть. Бедняжка. Хочешь, я тебе платочек подарю? Будешь сопли вытирать свои. Просто надо правду все говорить. Не надо обманывать людей. Надо говорить, как есть. Вот, я сейчас правду про тебя и говорю. Ну как тебе? Иду, так сказать, под твоим заветом. Кайфуй, сына. С той стороны, блин. Не надо обманывать. Я же говорю. Что это такое? Это твой пукан бомбанул, сынок. Это очень страшно. Вот ты не бойся. Каждый делает по-своему. Так ему по кайфу. Так он и делает. Удобный человек вот так, он делает так. Неудобно, он так не делает. Так же и вам не понравится, понимаете? Если вам будут тыкать, там, вот ты это не так делаешь. Надо делать это вот так. А ему не по кайфу так делать. Ему удобно по-другому. То есть ты, Кэп, запрещаешь другим высказываться? А твое сраное мнение? Мы должны схавать? Тебя случайно Кличко не поцеловал? Все лезут вот такие у Шлепановых, которые не боятся, что я его сейчас раздавлю. Вай-вай-вай. Какой щеткий парень ругается на боченников. Ну давайте запомним этот момент. Пишут там говнокомментарии диванные эксперты. Все знают у нас, как всегда. Так, а ты не работал на КАМАЗе? Ты не знаешь даже. Знаете, что я на это отвечу вам? Любого из вас взять, посадить рядом сюда со мной в машину. Будет ехать КАМАЗ. И я скажу, спрошу точнее, что это за модель? Я думаю, ни один из вас не ответит, какая модель у этого КАМАЗа. Ни один. То есть ты, как бывший газелист, считаешь, что необязательно ездить на КАМАЗах. Достаточно знать о их модификации. КАМАЗистом можешь ты не быть, но разновидность знать обязан. Ха, ты какой эксперт. Тебя в детстве уронили в чан с КАМАЗовскими буклетиками. Теперь ты все знаешь о них. Что, Колян, капец какой там дальнобойщик. Он там север прошел, там туда-сюда. Чего он там прошел север? Да, я не думаю, что он там капец какой фраер, там дальнобойщик. Север прошел. Работал он в нефтяном, красавчик. Расскажу я вам, что я тоже работал в нефтяном. Не на севере, но в Оренбургской области. А, это как со случаем про тот КАМАЗ, да? Ты просто работал заправщиком на башнефти, и теперь ты все знаешь о нефти. Да ты просто шикарен, пот. Насчет дальнобоя. Я не говорю, что я дальнобойщик. Ребята, я что сказал, что я дальнобойщик или еще что-то? Че-то. Ты не дальнобойщик, ты колхозник. Че-то как-то собакнот да лад. Он, а все знат, все понимат. Я с двадцаткой. Зимой в Кемерово. С двадцаткой. На КАМАЗе. Зимой. Герой. Сынок, вот твой значок. Что за значок, деда? Что ты, мудачок? Ты ничего там не знаешь, ты еще до коляна, тебе дорасти надо. Ты на них хайпануть хочешь, там, туда-сюда. Хайповать мне незачем. Кому не нравится, не надо смотреть, не надо писать эти говнокомментарии, как вы пишете, там. Сына, почему я из-за тебя сейчас должен выгораживать коляна всяких, а? Сейчас люди за меня дичь будут нести, скажут, что я по их наколке тебя размазать пришел. А нет. Просто включил видос, а оттуда говно посыпалось, пришлось разгребать. Чему мне завидовать коляну? Что он живет в кабине? Что у него нет семьи? Этому завидовать, что ли? Погоди, погоди. Это сейчас в чем, мать твою, было? Ты когда с ебейки пересаживаешься в свою малолетрашку, еще и перебуваешься, что ли, заодно, а? Все лезут, вот такие ушли паны, которые не боятся, что я его сейчас раздавлю. Типа ты коляну завидуешь. Чему мне завидовать коляну? Что он живет в кабине? Что у него нет семьи? Этому завидовать, что ли? Не знаю, зачем. У меня двое детей. Жена. Завидует обычно деньгам, сынок. А найти мадам и два раза макнуть без гандона тут большого ума не надо. Я кого-то зову, что ли. Смотрите, я, во-первых, снимаю для себя. Значит так, мамкин бунтарь. Этот мой видос не смотри, раз не нравится. Я снимаю для себя. И тебя не звал. Не вздумай реветь в комментариях. Покажи нам всем, как надо. Кстати, да, можешь всем говорить, что не смотрел этот видос. Попробуйте вы, откройте канал, а не сидите на диване, просто не мните булки. Попробуйте, откройте канал, я посмотрю. Скиньте мне ссылку, я посмотрю, как у вас канал начнет развиваться. Открыть канал и бубнить за кадром на телефон. Это прям талант бешеный. Круче, чем двое детей. Эти говнокомментарии, экспертные диваны. Экспертные диваны. Давайте еще раз. Экспертные диваны. И еще раз. Экспертные диваны. Ты запиздился до такой степени, что к тебе не то, что диваны, а белочки скоро приходить начнут. Экспертные, конечно же. Нет, эта белка не для тебя. Вот твоя. А когда увидят, даже меня, если кто-то увидит, там подписчик какой-то меня узнает, и он, я же не буду знать, что он там писал мне говно комментарии. Сынок, после этого видоса, когда тебя увидят твои подписчики, они будут ржать, как обкуренные. Хе-хе-хе, не поверь. Я говорю как есть. По факту. По какому, блять, факту? Ты говоришь о том, что сказал какой-то Вася, которому сказал по секрету какой-то Петя, который прочитал на заборе слово Писе. Заработают сотку. Из этой сотки надо покушать купить, надо то купить, надо это купить. Они работают вахтами, половина у ребят приезжие. Откуда там 160-150 тысяч? Просто надо говорить по факту, и все. Так надо говорить по факту? Или основываться на своих низкоинтеллектуальных умозаключениях? Тебе ни чеки, ни квитанции, ничего не предоставили. А ты говоришь по факту. И что там, короче, не короче, там, слова-паразиты? Я не пойму, вы что, вы все такие, этот, у вас нету слов-паразитов. Вы заики тоже будете там писать? Не заикайся, что ты заикаешься, либо еще что-то. Вы все идеальны, что ли, я не пойму, или что? Слушай, ну я, например, вообще охуенный парень. За других говорить не буду сейчас, фактов нет. Ну, кроме тебя, конечно же. Я же не... Вот ты сравнил. Давай я тебе колхознику на пальцах сейчас объясню, в чем разница между заикой и тобой. Короче, вот два человека, оба хромают. У одного нога, короче, другое с рождения, а у второго сломано. Ну, нажрался, как обычно, ляпнул лишнего, как обычно. Сломали ногу. Вот кто будет нормально ходить, а кто нет? Конечно же, тот, кому сломали ногу. Она же заживет. И его можно троллить. Не потому, что он наш первый пациент, а потому, что тупой. А второго нет, потому что у нас к нему есть сострадание. Колян! Ты там, кордавый гандон, там, туда-сюда. Мат, один мат, 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 мат. Смотрят же дети. Да любые кто, вам будут... Какие нахер дети? Ты что, свинка Пеппа, что ли? Чтобы тебя дети смотрели? Это канал для дальнобойщиков, а не для детей, сынок. Если бы я Коляна встретил, я бы ему это сказал. Глаза бы сказал, что, Колян, ты немного борщишь. А он бы тебе ответил. Ну, баги, чё? Ну и чё? А у тебя чё, косяков нет, что ли? Короче. Больший груз нас не цепляет, но про него я ничего не могу сказать. Пацан работает на тонаре, ездит по стройкам, по всем. Всё у него нормально. Земляк мой. Ну, там нужно и по щам отхватить. Я не гонюся за подписчиками, за ещё чем-то там, за какие-то деньгами. Я снимаю сейчас для себя для удовольствия. Раз ты не гонишься за подписчиками и снимаешь для себя, то для кого твой бубнёшь за кадром? Снимай для себя и делай доступ по ссылке. Станет тебе плохо. Зайдёшь на свой канал, посмотришь пару видосов, проблюёшься, глядишь, полегчает. Только, короче, начал снимать, там мало подписчиков, сразу добавил свою карту, короче. Деньги собирает, там, вы знаете, мне приходят, деньги не приходят. Ну, добавил я карту, добавил, ну, и чё, дальше? А дальше, сынок, происходит то, о чём ты философствовал ранее. Раз ты опубликовал карту, значит, ты гонишься за деньгами. Как ты отмазывать собрался, люди же говорят, надо верить. Говно-то попробовал уже, вкусно нет, короче. Это моё сугубо личное мнение, и оно волновать никого не должно. Кого-то чё-то не устраивает, дизлайк, отписка. Какая писка, блядь, как ты любишь втюхивать людям своё сраное мнение. Чтобы заслужить дизлайк, надо очень постараться, например, не обболевать монитор, когда смотришь твоё видосы. Я начинаю снимать, я не сижу, не готовлюсь, там, не учу никакой текст. Я снимаю по факту, как есть, достал камеру, включил и пошёл там, да, запинаюсь, да, там это. Но я не читаю, не готовлюсь, я хочу показать, как оно на самом деле, от первого лица, как оно на самом деле есть. То есть, по-твоему, если люди пойдут работать на трал, они станут пиздоболами и будут обсуждать других дальнобойщиков? Бубня за рулём. Тут и учить ничего не надо, просто горох хаваешь и серишь. Просто, у меня первый раз такое, что пишут там, туда-сюда, вот там, то и всё. Но мнение разделились, мнение разделились, это как 50 на 50. Мнение разделились, а. Вот вы как думаете, туда-сюда или всё-таки то-сё? Помогите человеку, он завис, не может выбрать. Наверное, надо сказать короче, и сразу придёт ясность. Вы сразу, хопа, кто-то что-то сказал, неважно, я сказал, либо другой какой-то блогер там сказал, всё, сразу, ааа, надо его подтянуть, надо его за это подтянуть, ага, ты там то сказал, ты на них хайпуешь, ты на них это делаешь там. Ну, по крайней мере, он не обрыган, как наш первый клиент, а в целом, мы попали по адресу. Друзья, я благодарю вас за такую активность, вы начинаете мне скидывать уже пруфы, и это похвально. Мы их просматриваем от и до, сквозь слёзы разбираем будущий материал. Раз вы досмотрели до конца, значит мы по-прежнему держим марку. Подписывайтесь на наши каналы по ссылке в описании, плей дальнобой и после дальнобоя. Будем делать контент вместе. Я передаю привет в Калугу нашему подписчику Мания Баранки. Когда я зашёл в стрим, он попросил передать привет. Я теперь буду перед выпусками всегда заходить в прямые эфиры, чтобы вы могли оставить частичку себя в моих видео. Будьте здоровы, берегите себя. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!